Добрый день! С вами Лаврентий Ивановна Анастасия. И мы снова поговорим об астрологии. Сегодня мы разберём полнолуние 12 декабря 2019 года на оси стрелец-близнецы. Меркурий, управитель луны в знаке противоположном своему владению, то есть он находится в стрельце в символическом изгнании. Это неплохо на самом деле. Давайте разбираться, что же это значит. Эта полнолуние закладывает сюжет следующих двух недель. И это значит, что перед купалой, кольцевым солнечным затмением, мы должны настроиться на созерцание будущих образов, но с полной ответственностью. Если мы посмотрим цепочку управителей в левом верхнем углу, то увидим, что практически всё замыкается на козерожьем Сатурне. Это об ответственности, о выдержке, о целесообразности, умении достигать своих целей во что бы то ни стало. В том смысле, что не бояться трудностей. Наши аспекты, они о том, что мы должны научиться управлять своими эмоциями и мыслить самостоятельно. Смотрите, как интересно получается. Сатурн в мидпойнте между Лилит в рыбах и Марсом в Скорпионе. Это о том, что нужно научиться контролировать свои страхи, комплексы, зависимости. Нужно стать самодостаточным, целостным и быть готовым и научиться трансформировать себя, трансформировать свои энергии и вообще, в принципе, меняться. Это очень важно для понимания сюжетов вот этого полнолуния. Итак, давайте пока ключевыми словами этого полнолуния будут ответственность, мышление и страхи из подсознания. Первый, самый простой страх – это страх учителя быть превзойдённым учеником. И страх признать себя неправым и несовершенным. Ось стрелец-близнецы – это особенная ось. И наш Меркурий в гостях у зажатого, закостенелого, упрямого в козероге Юпитера-учителя. Кстати, наш козерожий стеллиум, он о соблюдении правил и иерархии, правил безопасности, инструкций. Если мы всё ещё отказываемся учиться и преодолевать свою лень и безответственность, то так не пройдёт дальше. Юпитер в козероге со 2 декабря 2019 года, весь следующий год, 20-й, будет заставлять буквально соблюдать нас нормы и правила. У нас Меркурий – это полнолуние в изгнании, то есть высший Меркурий, Уран в выпадении, Юпитер, профессор образно, тоже в падении. Вот это о чём? Это, собственно говоря, о том, что мы должны будем трансформировать себя, то есть мы должны начать учиться, каким бы умным и продвинутым мы ни были, в каком бы возрасте мы ни находились. То есть это о том, что мы должны пластично менять свои взгляды и не бояться развиваться, сохраняя, конечно, при этом свой стержень. Это об умении разытождествляться со своими мыслями и использовать ум лишь как инструмент для раскрытия своих способностей и талантов, то есть не бояться учиться. Именно Близнецовское полнолуние нам должно высветить наши старые ложные убеждения. Что-то явно стало неэффективным или даже оказалось где-то самообманом или устарело. Наш Меркурий в полнолуние вот это на закладке ритмов, и он явно дисгармоничен. То есть пришло время личностных перемен и, конечно, перемен на уровне структур и государств. Мы уже столько раз говорили, что мы находимся сейчас во время перемен, когда закладываются новые сюжеты и новые ритмы. Говорили о сверхусилиях по перемене себя в первую очередь. Вот зачем мне пишут, что во всём виноват сосед или президент какой-то не такой, или за всем кроются волосатые руки богоизбранного народа. Да с самого себя нужно начинать. Вот если каждый начнёт так, то тогда всё и поменяется. Дело в том, что ещё вот сейчас мы, люди, принимаем участие в написании сценария. А после того, как в конце 2020 года наш Казирожий Стериум плавно переползёт в знак Водолея, Дауран ещё и достаточно расшатает систему ценностей Тельца, вот тогда Плутон станет жёстко всё структурировать и перестраивать. И тогда включатся уже высшие силы, которые демиургически удаляют гниющие масштабными катастрофами, войнами и прочим. Но нам же ведь это не нужно. Не нужно. Поэтому на это полнолуние мы через усилие задаём вектор на самообразование, на расширение горизонтов, в каком бы возрасте мы ни находились. И вообще помнить нужно, что ничего непреодолимого нет. Есть собственные установки, шаблоны, маски. Это всё в нашей голове. И, скорее всего, они отлилиты в рыбах. Мы должны беспристрастно посмотреть правде в глаза и ответить себе на вопросы. Какова моя система ценностей? Чего я хочу достичь? Чем я могу помочь другим в развитии? Говорящему скажется. Если в нас входят знания, значит, нужно ими делиться и просветлять других. Стрельцовский огненный Меркурий о выжигании ненужного. Марс в Скорпионе уже помогает ему и кипятит, и без того огненную воду. Ось стрелец-близнецы, она вообще особенная. Тут не падает, не экзальтирует ни одна из планет. Есть ещё одна особенность вот этой оси. Она делит сферу на две части. То есть от Тельца по весы знаки являются обителью одной планеты, и от Скорпиона по Овну обителью двух планет. То есть вот эта ось символически делит сферу знаниями. Целеустремлённому, разборчивому, строгому, авторитетному Солнцу в Стрельце противостоит поверхностность, лёгкость, всесхватываемость, всеядность, воздушность Луны в Близнецах, Луны полнолуния. Знак Близнецов, он очень специфический. Две вертикали вверх-вниз и две Луны вверх-вниз. Это о том, что Меркурий и Гефест, управитель Близнецов, может спуститься и в нижние миры помрачений и подсознания, и принести туда знания, и там взять что-то, и отнести в высшие миры. При этом, не заляпавшись, не исказив, не утаив, то есть Меркурий должен быть проводником, чистым проводником желательно, он должен объединить четыре стихии. Вот эти две палочки и две Луны, это типа четыре стихии, объединить для того, чтобы в этом квадратике образующемся зародилась пятая стихия, то есть создать вот это поле, в котором будет что-то взросшено, семена будущего. Но если наш Близнец Меркурий раздёрган, не собран или наоборот слишком задаётся и не хочет больше учиться, я же всё знаю, зачем они так вот унижаться, если хотите, в кавычках, да, то мы не создадим правильного поля для взращивания новых сюжетов. И тогда вырастет, что попало, и сорняки, и придётся всё удалять. Именно в двойственных Близнецах мы и теряем ориентацию, сбиваемся с пути. И вот наше полнолуние говорит нам о том, что мы имеем дело с внутренним учителем и учеником. И в это полнолуние мы должны будем гармонично соединить в себе мудрого филантропа, философа, учителя и никому ничем не обязанного, безответственного, ветреного, вечного ребёнка, ученика и немножечко торгаша. Сложная задача, но интересная. Принцип познания не прекращается никогда. Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. Мы пришли в этот мир раскрывать свои таланты, способности, возможности. И чем больше мы двигаемся в эту сторону, тем интереснее. Что мы видим ещё в карте? Венера в Козероге, в Мидпойнте и одновременно в соединении с Плутоном и Сатурном. Про это мы заранее специально записали подробный ролик. Там в этом аспекте раскрывается тема умения пройти испытания, отсечь ненужное, взрастить правильное и получить посвящение на следующий этап. Тригон, Уран, Юпитер, Юпитер – диспозитор Солнца. Мы помним об этом. Энергии на перемены нам даются, на реформы, на мудрые политические решения. Всё есть. Другое дело, освоим ли мы это? Или Уран потеряется в своём Мидпойнте между торгашеской однодневной поверхностной Луной и тайными игроками? Нептун в Тау-квадрате к светилам, то есть заблуждения, иллюзии, архетипы могут мешать и будут мешать. Алкоголь, наркотики, таблетки, депрессии, психосоматика, психозы. Наблюдайте. Чтобы нейтрализовать вот этот вот хаос Нептуна, творчество и наведение порядка в голове и в шкафу. Вот такое полнолуние у нас получается. Берегите нервную систему, никому ничего не доказывайте, не учите споры, старайтесь не вступать. Наиболее почувствуют это полнолуние стеллиумные близнецы, стрицы, девы и рыбы. Те, кто родился в районе 12 декабря, 12 июня, марта и сентября, плюс-минус три дня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. Помните, что впереди знаковое соединение Венера, Сатурн, Плутон, Коляда, кольцевое, солнечное затмение. Смотрите и другие аналитические наши разборы и лекции на этом YouTube-канале. Скоро мы будем отмечать 12 тысяч подписчиков. С любовью, Ваша Настя. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok